привет сегодня смотрим с вами на крутой нож из краснодарского края эта модель называется провокатор в общем-то в двух словах смотрите здесь у нас есть такая вот коробочка значит принципе все довольно стандартно есть вот такая вот визи . на которой указано по ножу как бы основная информация и соответственно вот такая вот салфеточка которая действительно нужно этому ножу потому что очень красивый зеркально полированный клиночек можно было бы протереть если что вот такой вот самой салфеточкой значит во первых sander nice это не самая известная у нас компания но она была образована более десяти лет назад в краснодарском крае в староминской станице братьями андреем и вадимом сандер ножи от sander nice редкие эксклюзивные изделия которые не имеют повторов и проекты братьев сандер они уникальны потому что у них очень высокое качество изготовления даже самых мелких деталей и штрихов в общем-то их ножей дизайнер данного ножа непосредственно андрей сандер ну и само собой нож выпущен ограниченным тиражом безусловно российским мастерам мирового уровня которые производят ножи способные не только конкурировать но и превосходить западных конкурентов выгодно продавать ножи в европе в сша в общем-то да где угодно но не в россии потому что привередливый покупатель или коллекционер запросто готовы заплатить за достойный нож там 800 тысяч а то и более долларов но само собой у нас таких ценителей намного меньше соответственно у нас в общем-то меньше мы знаем порой наших самородков наших мастеров которые выпускают просто супер супер качественные ножи которым вообще не придраться порошковая сталь беллер м390 микроклин технология 60-62 единицы по роквеллу сатин финиш три с половиной меня получилось намерить по обуху это соответственно вот здесь максимальном месте значит каждый нож имеет соответственно свой номер значит и здесь у нас вот тоже такой логотипчик используется значит и соответственно используется у нас 0303 сведение у ножа вот что хотел сказать еще все полировано значит титановый сплав рукояти bt-6 называется значит с доп обработкой cnc mile то есть фрезерование на станке с чпу сейчас вам покажу как это выглядит вот она вот так вот выглядит эта самая фрезеровка видите да внутренняя то есть все облегчено максимально ну и раз уж мы сказали про массу ножа давайте посмотрим что у нас получается на весах у нас получается 129 грамм это в принципе легкий достаточно вес ну как сказать скажем так это не тяжелый вес но учитывая то что нужно достаточно габаритный сам по себе если мы посмотрим спайдерка эндуро рядом мы видим что она во всех плоскостях то есть прям короче уже из всех плоскостях более так скажем компактный нож и соответственно понимаем что у ножа у которого клиночек где-то в районе 100 может быть даже ста двух миллиметров и режущая кромка в районе где-то ста трех ста четырех миллиметров мы понимаем что безусловно это габариты по весу как бы с этими габаритами это легкий все таки вес то есть ощущается нож как легкий это 228 примерно миллиметров общей длины то что я вот так вот могу могу вам бегло замерить для того чтобы вы примерно для себя поняли значит что еще бы хотелось сказать во первых здесь используется для того чтобы все это было очень легким это клипса и фурнитура из титана то есть все титановое ну понятно что рукоять титановая уже вам вот сказал но и остальные детали также выполнены из титана я бы сказал что по усилию на клипсе вот именно в данном конкретном экземпляре я бы хотел большее усилие то есть на мой взгляд как бы отгибается она излишне легко и в принципе если носить в кармане ну так скажем я бы хотел может быть более жесткую клипс в данном случае для плавного хода используется система керамических двухрядных подшипников что очень круто в принципе их увидеть толком здесь не особо получается но на керамические подшипники два ряда заявлены производителя видите что нож прекрасно флипует то есть вообще без каких-либо доработок рукой то есть ход здесь действительно прекрасный полностью отсутствует какой-либо даже самый минимальный люфт то есть в этом смысле все очень хорошо но что прекрасно просто заходит вообще без вопросов позиционируется между прочим нож не как коллекционный почему так моему удивлению а как everyday carry то есть едиси нож нож на каждый день но видимо для тех кто все-таки может себе позволить такие скажем так премиум ножи на каждодневное ношение в общем-то нож действительно интересный по эргономике вопросов никаких нет то есть все очень удобно и эргономично но вы видите что здесь есть отверстие для темляка рукой очень легко промывается да туда вот внутрь может быть что-то по мелочи будет забиваться но опять-таки все легко вымывается и все-таки вопросов здесь каких-то нет мы видим даже сухарь в общем-то на начало пяты клинка чтобы здесь ничего не залипало то есть все заходит очень четко то есть обработка здесь очень все качественно тонюсенькая прорезь опять-таки учитывайте что я вам все это показываю в макро то здесь все очень четко очень красиво без каких-либо вообще нареканий вопросов по эргономике мне все нравится то есть нож действительно очень и очень приятный большое спасибо компании резать ру за то что предоставляют разнообразные ножи на обзор в том числе такие редкие эксклюзивные экземпляры в общем-то до моего видео слышали ли вы о сандер найв что-нибудь из станицы староминской очень было бы интересно если у кого-то есть из моих подписчиков опыт использования таких ножей поделитесь расскажите то есть может быть я бы что-то для себя тоже больше подчеркнул почитал бы мне было бы очень интересно большое спасибо подписчикам всем удачи всем пока